Как-то размышлял над Писанием, и мысли пришли, о которых я хотел бы поделиться с вами. Как-то подумал, слово «гордость» высоко звучит. Мы как-то были в горах, сам я с Кавказа, но живу сейчас в Ростове-на-Дону. А когда был в горах, то чувствуя себя таким маленьким и ничтожным таким, по сравнению с тем величием, которое передо мной стоит, и кто был в горах, братья и сестры, знают, что это такое, когда над тобой такая масса стоит, такая величина, такая высота громаднейшая, и думаешь, что я по сравнению с этим. Я прочитаю два места Священного Писания, которые записаны в книге Псалмов. Это 120-й Псалом, и еще одно место прочитаю, с первого стиха буду читать. Песнь восхождения. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И еще один стих с 89-го Псалма буду читать. Молитва Моисея, Человека Божия. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот, прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог. Прежде, нежели горы появились, Ты Бог. Прежде, чем появилось все это, Бог был». Как-то я начал просматривать литературу, которую и вы, может быть, ранее исследовали. Подумал, что такое Вселенная? Что такое Земля? Как-то, когда я уверовал, вышел вечером, это только я уверовал в Господа, это буквально первые шаги мои за Господом. Только самое первое начало мое. И я подумал, думаю, как же Бог выглядит? Какой Он? Ну, иногда кажется, что Бог – это дедушка, может быть, с бородкой. Многим так кажется. А я начал размышлять, а какой Бог? Как Он выглядит? И я подумал в себе, думаю, я никогда Бога не видел. Ну, так хотелось увидеть. Из своей простотей я вышел на улицу, а было уже поздний вечер, уже ночь, часов 11 вечера, и такое ясное-ясное небо было. Звезды видно. Мне так казалось, что я каждую звезду видел, которая вообще существует. Я вышел и внутренне помолился. Смотрю глазами на небо и внутренне помолился. Господи, явись, вот какой Ты? Ну, хотя бы, может быть, я так себе, как представлял, так и говорил. Ну, хоть ангел явился какой-нибудь, чтобы я хоть как-то увидел Его, что ли. Ну, никогда же я тебя не видел. Какой Ты? А потом, знаете, глаза немножко приоткрылись. И я начал смотреть, и смотрю, думаю, а что это так много звезд? А вот что это за скопление, такая вот, как бы, туманность такая в звездах? Как-то кто-то сказал из исследователей, что это ранее было. Что это как бы скопление газов каких-то. Очень далеко. И как какая-то туманка. Туман такой небольшой. А потом, когда изобрели очень хорошую, серьезную технику, через которую могли видеть, что там, оказалось, что это скопление звезд. Скопление звезд. То, что вот, видимо, нашим зрением, и то, что мы видим, можем видеть своими глазами. Представляете, какое количество звезд вокруг нас? А то, что мы, может быть, вот эту дымку только видим, это скопление звезд. А то, что мы не видим, что дальше? Друзья, сколько километров в час скорость света? Кто может сказать? Не 350. 350 тысяч километров в секунду. Скорость света. А если нам, ну, я не знаю, такой техники нету. Но если вот это свет, это скорость света. Есть самолеты летают, у них своя скорость. Есть вертолеты, есть машины. Есть человек, который пешком идет или бежит. У него своя скорость. А это скорость света. 350 тысяч километров в час. Вот чтобы, вот у нас Солнечная система, чтобы до Плутона, вот в Солнечной системе есть определенные планеты, которые мы знаем. И вот Плутон, это одна из крайних планет, которые находятся в Солнечной системе. Сколько нужно времени, чтобы долететь до нее? 5,5 часов нужно лететь при скорости 350 тысяч в секунду со скоростью света. 5,5 часов. Сколько нужно, братья и сестры, чтобы до Москвы с такой скоростью отсюда и туда, отсюда и туда? Сколько раз нужно метнуться так? Я даже не представляю, братья и сестры, с какой скоростью так вот нужно, сколько раз мы туда и обратно за это время? Если, я еще один момент скажу, если Солнце, Солнце, которое имеет величину в миллион раз больше Земли, можете представить себе, какая крошечная Земля по отношению к Солнцу? или какая она крошечная по отношению к другим планетам? Пылинка. А на Земле на этой, которую сотворил Бог, сотворил небо и Землю. Вот на этой крошечной Земле, которая имеет такую величину, находится еще человек. Мы можем его так вот увидеть, если по отношению к Солнцу и к другим планетам, вот такая Земля. А на этой Земле, вот на такой крошечной, там еще человек находится. И Библия говорит, то что есть человек, что ты знаешь его, посещаешь его каждое утро, а еще Библия говорит, что Бог наполняет все во всем. И Он говорит, небеса небес не вмещают Меня. Это Бог говорит. Есть небо, которое мы видим, есть еще небо, небеса небес, еще небо, которое мы не видим. Все это заполняет Бог такой, о Котором у нас такие представления. Но ладно, если бы мы Бога себе представляли, который говорит о себе, что небо престол мой, это Библия говорит, это Бог сказал, а земля под ножей ног моих. Вы можете представить, братья и сестры, дорогой друг, какой Бог и какой я песчинка в этом мироздании. Иногда кажется мне, я почему сказал, гордость высоко звучит. Мы ходим по этой земле, иногда нам кажется, что мы что-то стоим, мы из себя что-то представляем. Да, мы можем над кем-то иметь власть, мы кого-то можем наклонить, заставить, но это проходит. Но однажды предстанем перед Богом, Который сотворил Вселенную, все эти звезды, которые даже мы не видим, небо, которое над нами, солнце, которое светит, на определенном расстоянии находится от нас, от земли. Если бы буквально на маленькое расстояние Бог отодвинул бы солнце от земли, то жизнь бы закончилась. Вы можете представить, какую милость Бог проявляет к нам людям, что земля существует, что человек по сегодняшний день здесь существует. Ты и я в глазах Божьих многоценен. И Бог поэтому не пощадил и Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Поэтому и существует земля, и живет еще человек на этой земле, чтобы продлить милость тебе. И сегодня это собрание, дорогой друг, для тебя и для меня, чтобы нам приблизиться к Богу, чтобы нам стать детьми Божьими, чтобы нам приобрести то, что Бог приготовил для тебя и для меня. Это временное, оно уйдет. написано земля и все дела на ней сгорят. Все будет предано огню, но это еще впереди. Но почему впереди? Почему сегодня еще этот день наступил? Почему мы сегодня проснулись? Потому что Бог любит тебя. И сегодня, если Слово Божье будет касаться твое сердце, отзовись на Его призыв. Уйди подальше от этой гордости. смирись перед Богом, скажи, Господи, я так хочу на этой земле жить ради Тебя. Я так хочу в вечности быть вместе с Тобой, потому что, если человек не познакомится здесь с Богом, там в вечности. Бог для него будет не как спаситель, не как Бог любящий, но как судья. Об этом говорит Библия. И поэтому Бог со своей стороны сделал все необходимое для того, чтобы ты сегодня встретился с Ним. А что нужно сделать для того, чтобы встретиться человеку с Богом? Отозваться на Его призыв. Господь зовет, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Если у тебя нет покоя, покоя, если ты устал от этой жизни, воззови Господу, попроси у Него прощения, скажи, Господи, я жизнь свою прожил и жил не для Тебя. Но с сегодняшнего дня я хочу начать новую жизнь. Пусть Бог прославится, пусть и через это собрание Бог еще больше нам покажет, какой величественный Он, что Он сделал для Тебя. Пусть Бог прославится. Слава нашему Господу. Аминь.